здравствуйте дорогие друзья сегодня очередная серия нашего проекта зеркало с памятью открытая коллекция росфото и мы расскажем вам об удивительном феномене дачной фотографии эту тему нам помогут раскрыть коллекции государства музейно-выставочного центра росфото а также наших коллег из других музеев государственном музее заповедника петергоф музей усадьбы приютина и рождественна также предметы всероссийского общества охраны памятников истории и культуры дачный бум явление второй половины 19 века именно тогда происходит бурное строительство железных дорог в особенности вокруг петербурга вводится обширная территория под дачную застройку и аренду а новый социальный слой средний класс желая сбежать от жаркого шумного и зловонного города активно заполняет пригороды обилие света и свободного времени располагала к популярному в то время развлечению фотографии модной технической новинки уже ставший доступной широкой публике я рад представить нашего сегодняшнего собеседника директора выставочных и издательских программ росфото анна максимова на добрый день здравствуйте артем сегодня мы будем говорить о феномене любительской фотографии через явление дачной жизни дачной фотографии в чем суть этого явления почему мы отдельное внимание обращаем на него сегодня мне кажется что это явление непроходящие одинаково важное для нас и как мы видим на фотографиях для тех кто жили в столетии до нас это то что соединяет нас во времени многие традиции многие привычки ощущения остаются у нас до сих пор и это очень здорово и наверное поэтому мы обратились к этому проекту как наоборот к непроходящей наверное в истории теме совершенно не историческому а больше культурологическому скорее всего но и все на даче способствует любительской фотографии это свет хорошая погода наличие родственников которых можно снимать в разных композициях а также конечно же обилие свободного времени то есть именно на дачу люди привозили технические новинки которыми вполне могли насладиться во время отдыха и поделиться всем этим да всеми своими удовольствиями таким развлечением этой технической новинкой с родными близкими друзьями и вот мы видим ну такое проведение досуга на дачах это фотографирование здесь мы видим и обычную съемку на камеру и стерео съемку на для стерео фотоаппаратов или возможно с двух камер и автохрома то есть это не просто обычное да вот фотографирование как мы себе сейчас вы представляем захватывание момента это целый процесс которым люди с удовольствием занимались у себя на дачах и совершенно разные люди здесь в этом проекте мы исследуем ряд коллекций которые соединяют практически не объединенных больше ничем людей это и ученые и промышленники но и конечно в первую очередь художники правильно ли я понимаю что феномен дачной фотографии в контексте любительской фотографии он интересен еще и тем что это как раз рубеж веков именно то время когда любительская фотография стала доступна широкому кругу обыватели да конечно мы можем сказать но наверное сказать слово совпало будет не совсем верно но это действительно происходит в одно время доступность любительской фотографии действительно и упрощение технологии возможности использования доступность камеры материалов и так далее о которых вы упомянули и плюс дачный бум это конечно же 2 половина 19 века это все явление наверное на одной и той же истории это индустриализация промышленности и соответственно появление железных дорог появление технологий и так далее да вот это такое сочетание хотя в нашем случае в очень романтическом проявлении совершенно не индустриального наоборот попыткой убежать от этого всего что приходит в город что ускоряет жизнь что его усложняет по сравнению с современностью процесс фотографирования в начале 20 века все-таки был сложным технологическим процессом не нажатием на одну безусловно конечно это более метафизический процесс который конечно же требует сосредоточенности погружения умение пользоваться и камерой и материалами люди зимой читали выписывали журналы выписывали по журналам аппаратуру готовились для того чтобы летом в полной мере насладиться фотографированием ну и наверняка у разных семей все-таки был разный уровень мы не можем данном проекте связать это с материальным достатком тех или иных людей конечно совершенно по по разному это скорее у их какое-то отношение здесь вот за моей спиной вы отметили альбомы из семьи набоковых и конечно это великолепный альбом он сделан профессионально очень хорошего качества съем очень хорошего качества сами отпечатки перед вами фотографии из альбома принадлежавшего семье набоковых съемки датируются 1896 девяносто седьмым годами это время помолвки и свадьбы владимира набокова и елены набоковой урожденной рукавишниковой родителей автора романов лолита и защита лужина владимира набокова младшего снимки дают представление о том как выглядело имение села рождествено и деревня батова чем занимались на отдыхе какую одежду носили и как выглядели набоковы и рукавишниковы в этот период на фотографиях запечатлены образы которые встречаются в прозе и поэзии владимира набокова вот на лугу шоссе дом с колоннами оридиш отовсюду почти мне к себе до сих пор еще удалось бы пройти альбом был подарен музей усадьбе рождествено в 1977 году владимиром зипновым сыном повара рукавишниковых на массивной кожаной обложке видны следы утраченных серебряных накладок по словам дарителя они были обменены на продукты во времена блокады ленинграда мы называем коллекции по именам хозяина семьи кого-то главного то есть в случае художников наверное мы знаем что снимал например сам художник поскольку мы видим что он работал с натурой делал условно природные зарисовки живые картины и постановки на природе а во всех остальных случаях мы можем лишь догадываться потому что чаще всего если мы предполагаем что кто-то из членов семьи точно увлекался фотографией то на других снимках мы видим его среди тех кого снимают то есть очевидно что камера переходила из рук в руки и наверняка был кто-то один кто был главным в этом процессе но во многих случаях для нас то уже установить не представляется возможным в этом случае термин любительская означает именно это но я хочу отметить что термин любительская не является ни в коем случае уничижительным это очень важно поскольку вот на протяжении многих лет мы слышим фотограф-любитель и для нас это как вот сразу уменьшает его достоинство что он не профессионал нет это совершенно замечательные творческие авторы которые каждый по-своему видели и каждый по-своему справлялись с фотографированием наверное если мы говорим о каком-то собирательстве или коллекционирование то такого рода любительские снимки они наверное более ценны поскольку они явно не были тиражированными они могли быть произведены ну в количестве двух-трех экземпляров максимум а многие из них все-таки оставались уникатами как в случае с фотографией мы всегда с вами знаем что при большом тираже значимость самого отпечатка является не снижается до по мере появлением многочисленности копий вот этот неизвестный автор который мы сейчас с вами сказали кто-то из членов семьи он же был как бы внутри этого процесса то есть он не был фотографом извне находился внутри в окружении тех людей персонажей видов которые он снимал как это отражалось на самой фотографии эти модели его они более раскованно себя чувствовали они не позировали специально появлялись какие-то спонтанные у них снимки эмоции на лицах как это отражалось во всех случаях это индивидуально где-то наоборот вся семья застыла и не знает как себя вести чувствовал скованно несмотря на то что фотограф был свой да и просто вот в принципе понимала во ответственности перед моментом и ну и сам фотограф был видимо не очень подготовлен к работе с публикой в каких-то случаях мы видим действительно такие вот практически но не знаю можно ли это уже отнести к жанровым снимкам но практически до жанровые снимки на возможно это приводило каким-то курьезным моментом наверняка мы видим какие-то снимки где не получилось голова остались только руки и ноги девочки голова смазана ну где-то еще какие-то смешные сюжеты когда люди специально дурачатся для того чтобы их снимали на какие-то игры фанты и так далее да конечно свое происхождение слова дача берет из петровских времен так называлась земля которую петр первый отдавал для строительства усадеб вокруг императорских резиденций в петергофе и царском селе в это время название дача плотно закрепляется за загородным летним домом в котором несколько месяцев в году живет городская семья дальше строились как по индивидуальным так и по типовым проектом имеющим много общих черт с хорошо продуманными архитектурными решениями главное место дачной жизни залитая солнцем веранда и просторная деревянная терраса с крыльцом именно здесь происходили съемки групповых фотографий дачной семейной жизни значительную часть собрания государственного музейного выставочного центра росфото составляет в том числе изображения любительские и некоторая их часть посвящена теме дачной жизни которыми здесь показываем какие фотографии наиболее интересны с этой точки зрения какие фамилии здесь представлены здесь ведь не просто неизвестные но и очень известные персонажи и семьи россии до среди представленных нами сейчас в этом исследовании коллекции есть довольно интересные семейные скорее фрагменты архивов но это семейная съемка например дача ивана ивановича толстого в подвыборгом но в тот момент это находилось финляндии у нас находится в коллекции стеклянные негатива мы можем видеть отпечатки довольно интересные природные натурные зарисовки опять же позирование сочетание людей природы очень интересные семейные бытовые снимки и опять же художественные зарисовки художника ивана владимирова художник иван алексеевич владимиров известен как талантливый живописец график и педагог в 1910-х годах он жил с женой двумя дочерьми на своей даче на морской улице в киломяках являясь членом киломякского пожарного общества по заказу общества художник сделал в 1913 году карту поселка на выставке представлены фотографии как бытового так и постановочного характера по ним мы можем судить о дачном досуге художника и его семьи также в коллекцию входят материалы для подготовительной работы над художественными произведениями фотографии которые художник использовал для создания живописных работ выполненные лично иваном алексеевичем и его женой марии гаврилов кажется стоит отметить еще довольно важную коллекцию ветеринарного врача карл ивановича кассе также очень интересные снимки мы к сожалению не смогли их представить но они войдут в альбом который будет посвящен нашему исследованию музейных коллекций на тему дачной жизни это архив базилевского золота промышленника и из его коллекции надо нас дошли автохрома это стеклянные цветные позитивы вот сейчас мы стоим с вами рядом с фрагментами из очень интересного альбома который называется токсов он выполнен 1892 году на большинстве снимков красной или фиолетовой краской нанесены номера благодаря которым можно предположить какому событию или дню относится то или иная фотография со второй половины 19 века село токсово который в столице называли петербургской швейцарией благодаря живописным холмам поросшим деревьями озерам и речке ухте стало популярным дачным и курортным местом дачники поселяли здесь на все лето снимая жилье у местных христиан за 30 50 рублей за сезон и исследователи которые занимались атрибуции установили что съемка происходит недалеко от усадьбы строгановых голицыных мы не видим в альбоме саму усадьбу скорее всего мы видим кого-то из тех кто имеет отношение к роду строгановых голицыных но сам альбом имеет прямое отношение к шведской семье которая сотрудничала которая работала в усадьбе в частности это учитель по фамилии шведер очень большой интересный альбом с пронумерованными снимками на каждом изображении мы видим сюжеты совершенно потрясающие сцены охоты рисования крестьянские моменты это место где жили крестьяне ингерманланцы поэтому для нас опять же особо интересное изучение этих снимков альбомы листов содержит такое богатое оформление это бордовые листы каждый имеет золотое окаймление большая подборка выразительная говорит о том что это был не просто семейный частный альбом для своего пользования конечно же особо подготовленный подарок среди изображений представляющих феномен любительской фотографии феномен дачной жизни мы видим усадьбу или фильм черепи на пенаты репинские пенаты расположены в 45 километрах от петербурга в одноименном поселке который раньше назывался кокколо илья ефимович репин купил здесь участок земли в 1899 году уже будучи известным художником и год как ректором академии художеств репин искал место для дачи с одной стороны уединенное рядом с финским заливом а с другой важным фактором была близость и доступность города небольшой дом расположены на участке перестроили по проекту художника добавив второй этаж каждую среду в пенатах проходили знаменитые дни открытых дверей эту традицию ввела вторая жена художника наталья норма чтобы в остальное время живописец мог не отвлекаться от работы в усадьбе бывали максим горький корней чуковский владимир маяковский и многие другие нордман ввела в усадьбе экстравагантные по тем временам порядке хозяйка не носила шуб из натурального меха не употребляла в пищу мясо а гостям предлагала только вегетарианские блюда прислуга в доме репинах не подавала на стол не открывала гостям дверь и ужинала за одним столом с хозяевами эти снимки поступили к нам в проект из частной коллекции они не были никак атрибутированы не были анонсирован то есть это было известно что это дача репина в коколе и мы постарались не уходить слишком далеко поскольку скорее всего часть ну большинство изображенных узнаваемы да мы знаем что супруга илья ефимович интересовалась съемкой скорее всего это она в ходе реализации нашей программы мы будем подробно рассказывать о коллекциях которые входят в состав данного проекта который мы изучаем а мы видим здесь конечно знаменитый стол который был создан специально для супруги ильи ефимовича которая была убежденной вегетарианкой которая накрывала стол специальным образом сейчас мы это можем увидеть даже в особенных ресторанах петербурга такой пример а вот что было тогда и в усадьбу приезжало очень много людей чтобы увидеть вот эту диковинную жизнь поэт давид бурлюк вспоминал прислуги по этикету пенатов не было круглый стол за которым сидели обедающие стояли приборы был неподвижен зато тот на котором стояли явства исключительно вегетарианские был снабжен ручками и каждый из присутствующих мог повернуть его потянув за ручку и таким образом поставить перед собой любое искушение так как народу было много то не обходилась без курьезов захочет чуковский соленых рыжиков вцепиться в карусель тянет рыжики к себе а в это время футуристы мрачно стараются приблизить к себе целую кадушечку кислой капусты вкусно пересыпаны клюквой и брусникой в проекте исследований дачной жизни участвует довольно много музейных и архивных собраний хочется отметить наших партнеров государственные музеи заповедник петергоф которые обратились в дачной жизни уже довольно давно конечно очень интересно и в экспозиции музея дачной жизни здесь у нас это объем связанный с семьей бенуа это и предметы которые изображают дачные постройки архитекторов и частную жизнь развлечения и надо отметить что бенуа очень интересовались фотографии они увлекались стереофотографии для нас очень интересно что здесь на ряде снимков мы можем видеть людей которые на свету разглядывают стереоскоп стереоснимки в 1890 девяносто втором годах известный архитектор леонтий николаевич бенуа построил в старом петергофе на берегу финского залива три дачи в стиле модерн для своей семьи увы до настоящего времени сохранилась только дача михаила бенуа брат архитектора на фотографиях изображены члены семьи бенуа и их гости на даче младшее поколение увлечено новым занятием игрой в кракет супруги бенуа были гостеприимными хозяевами и охотно приглашали к себе друзей благодаря удачному месторасположению гости могли не только прогуливаться на природе но и совершать променады в парке петергофа пешие прогулки на свежем воздухе любили дачники всех возрастов еще наверное хочется отметить довольно большой объем предметов из альбома семьи ларер николай и юлия ларер которую дача которых находилась поблизости от петергофа великосветская семья которая проводила время саду это очень интересная это частная съемка совсем небольшой альбом он далек вот например того профессионального качества в котором выполнена альбом усадьба рукавишникова где мы видим большие отпечатки здесь наоборот на один лист помещено там больше десятка совершенно небольших кодековских снимков но зато мы видим с каким интересом с каким какой любовью вероятнее всего муж снимал свою жену он снимал дачный интерьер и и костюмы свою усадьбу и это совершенно другое настроение водные прогулки опять же морские яхты то есть каждый альбом хотя это дачная жизнь не что-то одинаковое но совершенно отличающиеся по уровню сословия одно от другого но мы можем говорить о том что анализируя эти снимки разные семьи которые проводили свое время на даче в том числе и известные фамилии сильно отличаются по роду своих занятий в летний период или все-таки есть какие-то объединяющие всех моменты конечно кто-то проводит светское время летом принимает гостей и катается на яхтах а кто-то наоборот сидит в гамаке и на съемной даче да то есть мы знаем что это совершенно разные социальные уровни это наверное первое время когда слой инженерно-технической интеллигенции получает возможность жить новым до более комфортным для себя образом жизни и поэтому конечно мы видим полярность она заметно ощутимо мы конечно видим известные дворянские рот до который живет одним образом продолжая традиции и видим интеллигенцию в первом поколении которая также проводит лет и на свежем воздухе но мы не противопоставляем усадьбу и дачу в этом проекте кроме названного мною музей заповедника петербург участвует музейное агентство ленинградской области в ведомстве которого находится множество усадеб находящихся вокруг петербурга и коллеги в первую очередь задали нам вопрос когда мы собирали предметы проводили исследование чем отличается по нашему мнению дача от усадьбы берем ли мы усадьб нет во многих случаях конечно же мы не брали усадьба в этот проект усадебная жизнь другая дача это время сезонного времяпрепровождения семьи которая живет в городе съезжаться датчики начинали в мае помимо багажа который приходил этим же поездом у всех на руках было много разных пакетов коробок корзина кошек собак сеток с мячиком и даже клетки с птицами по приезде вся толпа дачников опять устремлялась к извозчикам куда бы ни ехали приходилось переезжать реку подниматься в гору лошадь идет нагруженная медленно и вот при подъеме на мост на задок вашего экипажа прицепляется незнакомый субъект который представляется я булочник дайте ваш адресок буду доставлять вам булки свежие хозяева уже извещены письмом ждут дачников на столе крынка молока и черный хлеб вытаскиваются перины у которых каждая пушина патриаршина воз разгружается наскоро ужинают по походному и пораньше ложатся спать с утра начинается дачная жизнь приносят молоко свежие булки до самого вечера вам приносят и привозят все необходимое на местные продукты цены были естественно ниже бутылка молока 5-6 копеек фунт лесной земляники тоже 5 копеек на привозные продукты цены были выше чем в городе во всех деревнях и селах северской были лавочки где торговали всем начиная с хлеба соли керосины и кончая хомутами и колесной мазью в некоторых продавались ружья порох дропе фейерверки которая любила покупать дачная молодежь солидным дачником лавочники продавали в кредит бывало и так что кто-то не рассчитав свои селенки ранней осенью тайком съезжал с дачи оставшись должником и торговцы слали ему вдогонку запоздалые проклятия помимо торговцев одолевали дачников цыгане которые останавливались около деревень целыми таборами много ходила по дачам и шарманщиков обычно пожилых болезненных людей все не носили незатейливый органчик который играл 5-6 песок тягучим гнусавым голосом планируем ли мы в дальнейшем это все этот сегмент нашей коллекции развивать каким образом будут продолжаться эти исследования на эту тему исследование в этом случае остается по многим вопросам открытым поскольку собирая предметы в проект исследуя их мы зачастую только ставили вопросы и наверное есть продолжение этому исследованию фотографии уходят также еще и фото открытки которые которым мы тоже еще не вернулись мы говорим о них только в лекционной программе нашего проекта и немножко говорим о дачных железнодорожных станциях но здесь наверное еще интересные снимки которые будут сделаны также любительские фото открытки я думаю достаточно много сюжетов и у истории связаны с дачной жизнью ну и любительская фотография вообще такой пласт которому мы сейчас только обращаемся поскольку начиная наши исследования с профессиональных авторов с их биографий мы только потихоньку обращаемся к менее известным более как нам кажется бытовым но при этом может быть не менее интересным и важным сюжетом в любительской фотографии многие проекты которые мы осуществляем качестве выставочных являются также результатом исследований которые мы проводим в рамках программы сохранения и изучения государственных коллекций и таким образом межмузейные проекты являются ну как бы венцом реализации сбора этой информации и работы коллектива в некоторых случаях музеев архивов библиотек из нескольких собраний это очень объединяет помогает обмениваться информации конечно же поднимает уровень возможности исследования предметов когда ты не закрыт на один на один со своей коллекции а все-таки обмениваешься информации сличаешь снимки когда ты не сам по себе ходишь ко всем коллегам а эта часть большой государственной программы которая вот позволяет обмену информации происходить гораздо быстрее и самое главное затем это реализовывать уже так чтобы это было доступно публике в виде выставок и изданий правильно ли я понимаю что программа сохранения фото документов охватывает как коллекцию государственного музейного выставочного центра росфото так и коллекции собрания всех прочих государственных хранилищ российской федерации будь то музеи архивы библиотеки да абсолютно верно и это даже заключено в названии потому что мы сокращенно называем это программой сохранения а на самом деле программа имеет полное название программа сохранения фото документов входящих состава государственных фондов я хочу отметить что следующем году программа сохранения исполняется 15 лет и я думаю что мы будем с вами осуществлять какие-то можно таки в рамках этого небольшого юбилея какие-то проекты которые будут подчеркивать именно итоги работ за эти годы по тем или иным направлениям в рамках этой программы спасибо большое анна максимова директор выставочных и издательских программ русфото сегодня мы представили вам часть коллекции в рамках программы сохранения фото документа посвящены феномену любительской фотографии через призму исследования дачной жизни для вас и это